На Украине началась стрельба, военная операция на востоке уже идет. Это Весенеделя, я Дмитрий Киселев, добрый вечер, смотрите сейчас. Немцам, как нации, не нужны авантюры, а вот немецкий политический класс, верхушку, парадоксальным образом может подтянуть на приключения. На этот разрыв, когда большинство населения Германии против большинства в правящем классе, указал в четверг довольно известный немец Бернт Ульрих, замглавного редактора крупной газеты «Дицайт». Говоря об идущей в Германии дискуссии по Крыму и России, а значит и по Украине, он пишет. Если опросы не врут, две трети германских граждан, избирателей и читателей противостоят четырем пятом политического класса, иными словами, правительству, подавляющему большинству членов парламента и большинству СМИ. Не веря своим властям и в то же время понимание позиции Путина, Ульрих объясняет историческим опытом, но уже не давней историей, а историей наших дней, начала 21 века. Оправдывая войны, западные политики так часто использовали слово «свобода», что теперь большинство людей, сталкиваясь с ним где-то, кроме воскресной проповеди, слышит вместо него слово «война». Когда кто-то начинает говорить о демократии, избиратели и видят взлетающие бомбардировщики F-16. К недавним войнам по ложным поводам, будь то Ирак или Ливия, немцы добавляют жестокую бесцеремонность американских беспилотников, действующих в серой зоне международного права, и бесцеремонность Агентства национальной безопасности США, что посадило мир под свой электронный колпак. Далее, пишет Дицайт, немцы задаются вопросом, почему никто не положит этому предел? И отсюда логика. Если Ангела Меркель не справляется с такой задачей, возможно, с ней справится Владимир Путин. Когда российский президент жалуется на давление Запада, многие из нас готовы с этим согласиться. К настроениям сегодняшней Германии мы еще вернемся. Сейчас отметим другое. Они явно не устраивают Соединенные Штаты, и те сделают все, чтобы позиции России ослабить или, как минимум, скомпрометировать. Как раз для этого Америка уговаривает Европу отказаться от российского газа. А Россию Америка хочет поставить в такое положение, чтобы наши поставки в Европу, если не прекратились, то, как минимум, стали бы менее прибыльными. Как? Очень просто. Поощрить Украину не платить за российский газ. А ведь и не платят уже который месяц. Русским тогда рано или поздно придется закрутить вентиль. Закрутившего вентиль Америка тут же объявит виноватым. Закрутил – виноват. Контракты – плохие контракты. Подождите, но это уже следующий уровень разрушения международного права, когда и контракты не в счет. Где остановиться? Очень хорошо понимая риск такой перспективы, Путин в четверг пишет европейским коллегам открытое письмо. Мол, давайте посоветуемся. Называется письмо почти сказочным словом – послание. Первыми на него странным образом откликнулись не европейцы, кому оно было адресовано, а американцы. Бомба. Вновь к немцам. О них наш СОПКОР в Берлине – Михаил Антонов. Раз в квартал каждая немецкая семья находит в почтовом ящике счет на 53 евро 94 цент. Это налог на федеральные СМИ, получатели ARD, CDF и Deutschlandradio, которые в рамках этого социального договора обязуются население качественно развлекать и информировать. Только вот у потребителей политических новостей и аналитики, судя по опросам, складывается ощущение, что их обманывают за их же собственные деньги. По данным социологической службы Форса, новостям не верят две трети немцев. Было бы по-другому, возможно, и не появилось бы это открытое письмо поддержки Владимиру Путину, которое подписали 200 человек. Про лицемерие политиков, манипуляции в СМИ, про упущенные исторические шансы. Инициатор – бывший военный летчик Йоханн Шольц. Помню речь Путина в 2001-м в Бундестаге. Это было предложение для Германии и Западной Европы. Призыв к сотрудничеству, поэтому я подумал, что письмо стало бы знаком для населения России. Что то, что сообщают немецкие СМИ, во многом отличается от того, что на самом деле думают немцы. Уважаемый господин президент, четыре года тому назад вы начали продвигать экономическое объединение от Лиссабона до Владивостока, которое стало бы основой для общеевропейского дома. Украина могла бы выполнять идеальную функцию моста в будущем сотрудничестве. Мы убеждены, что массированное влияние США и ставило своей целью разрушить этот мост. Не деловая элита, не творческая интеллигенция. Просто 200 рядовых немцев, написавших письмо, которые крупные издания, и не опубликовали бы. Оппозиция официальной точки зрения находит свою трибуну в маленькой газете и на улице. Это Кен Йепсон, бывший корреспондент АРД, уволенный в 2011-м за то, что публично усомнился в канонической версии терактов 11 сентября. Свобода слова в либеральных СМИ имеет свои пределы. Если бы Путин решил возродить Варшавский договор, я не думаю, что НАТО вмешалось бы только после того, как в него вступили бы 8 стран. Мы должны быть рады, что с другой стороны Путин такой спокойный. Другие бы уже давно нажали на кнопку. Мы не доверяем русским, но у русских нет Гуантанамо. Русские не посылают беспилотники убивать, по крайней мере, официально. Русские не подслушивают телефон канцлера официально. И при этом мы должны остерегаться русских. Кто вас вообще-то прослушивает, кому мы не должны доверять. В среду и в четверг в Берлине прошел Восточный форум. Встреча крупнейших предпринимателей Германии, которые ведут дела с Россией. То, что бизнес имел сказать по поводу Украины и санкций, он сказал в лицо власти, представленной господином Штайнмайером, прямо и недвусмысленно. Дамы и господа, результаты трудов целого поколения сейчас стоят под вопросом. Нам всем, в том числе сторонникам принятия жестких решений, сейчас надо сказать всем участникам конфликта, что мы не хотим потерять плоды работы последних десятилетий. Скорость и легкость, с которой принимались политические решения, которые ставили под угрозу все достигнутое, не могут и не должны оставить нас равнодушными. Могут и должны, дал понять Штайнмайер. Самый цитируемый сейчас в прессе немецкий политик. Впрочем, социологи ставят под сомнение и значимость этого статуса, и вообще влияние СМИ. В вопросе санкций явное большинство респондентов считает, что санкции не будут способствовать решению кризиса в Украине. К тому же у многих давно уже сложилось впечатление, что о России пишут необъективно, гиперболизировано, искаженно. Поэтому мнение людей по конфликту в Крыму, в Украине не совпадает с тем, что можно прочитать в СМИ. В отношении украинского кризиса Крыма и действий России немецкая пресса не стала площадкой для столкновения мнений. С этим соглашается и Бернт Уэрих, заместитель главного редактора газеты «Дитсайд». Когда большая часть СМИ твердит одно и то же, как это происходит в ходе украинского кризиса, даже самому благоразумному читателю бывает непросто понять, с чем он имеет дело. С очередной истерией, со скрытыми попытками повлиять на общественное мнение или с искренней верой в демократию и права человека. Перед ходом в крупнейшее берлинское издательство «Аксель Шпрингер» стоит бронзовая метафора к журналистской профессии, балансирующая на стене фигура. Первый шаг к восстановлению равновесия – понять, что оно потерян. Михаил Антонов, Александр Коростелев и Андрей Путро. Вести недели. Германия. «Аксель Шпрингер»